Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал Amarkets, оставляйте ваши вопросы в сексе с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. Также напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграм-канал Amarkets с торговыми идеями, в котором каждый день, включая выходные, мы постим дополнительный аналитический контент вам в помощь. Ну что, сегодня на повестке экономического календаря один релиз, на который стоит обратить внимание. Это данные по роничным продажам в Англии. Он будет опубликован в 7.00 по GMT. Мы за британской валютой наблюдаем и, честно говоря, на этой неделе очень неплохо спрогнозировали потенциал обвала курса этого инструмента. Прямо сейчас пара фунт-доллар котируется на отметке 1.1951. Это ниже нашей ближайшей цели 1.20, но если смотреть на горизонт более продолжительного периода времени, я считаю, что пробой поддержки 1.20 – это лишь начало. Британская валюта остается одним из самых уязвимых активов на рынке Форекса и во время прошлых брифингов я делал значительный акцент на состояние экономики в целом, на отдельные сектора, на потенциал дальнейшего развития рецессии, кризиса на рынке недвижимости. Мы также говорили о социальных протестах и все еще актуальном политическом кризисе. Поэтому сейчас фунт, ну, лично в моем пуле сделок портфеля остается одним из самых главных аутсайдеров. И я всерьез допускаю, что пара фунт-доллар начнет двигаться постепенно к следующему уровню поддержки 1.15. Я параллельно слежу еще за прогнозами и оценками перспектив разных активов отряда инвестбанков. Например, Сити всерьез ожидает, что пара фунт-доллар доберется до отметки 1.1, ближе к концу третьего квартала этого года. Есть оценки, друзья, о том, что фунт может легко оказаться снова в зоне паритета. Ну, учитывая, что до паритета почти 2000 пунктов, я считаю, что настолько глубоко вниз. Мы смотреть пока не будем. Сегодня от отчета я не жду ничего хорошего, поэтому потенциально у британской валюты вот-вот, ну, практически появится еще один негативный фактор, который будет оказывать давление на этот актив. Что касается индекса американской валюты, здесь все просто замечательно. Этой неделе результативно для покупателей. Сейчас котировки 104.31. Рукой подать уже до сопротивления 105 пунктов. И, на мой взгляд, индекс доллара обязательно там окажется. Возможно, даже заберется повыше. Ну, в текущем новостном окружении у доллара только одна дорога вверх. Последние три недели мы с вами копим исключительно убедительные сигналы того, что доллар нужно покупать. Это и итоги заседания американского регулятора, это и громкое выступление Пауэлла перед Вашингтонским экономическим клубом, где он повторил тезисы о необходимости удержания ставки на высоких уровнях. Ровно до тех пор, пока инфляция находится, существенно превышает целевой ориентир в районе двух процентов. В последние дни мы анализируем макроэкономические данные. Это и сильный блок статистики по Non-Farm Perils. Из этих отчетов мы с вами вытащили информацию по росту зарплаты. Прекрасно понимаем, что этот компонент будет влиять на показатели инфляции. Ну и, конечно же, розничные продажи, которые превзошли существенные ожидания экспертов. И отчет по инфляции. Друзья, рост месячного эквивалента инфляции, базовый и основной, доказывает то, что инфляционное давление начинает снова нарастать. А то, что инфляция выросла максимальными темпами с июня этого года, накануне я комментировал, есть высокая вероятность, что в последующие месяцы мы можем увидеть статистику со знаком плюсы и по годовому эквиваленту. Вчера вышел релиз по индексу цен производителей. Это тоже все об инфляции, только уже со стороны промышленников. Это промышленная инфляция. И в месячном выражении еще более серьезный рост, чем мы видели по показателю инфляции в целом. Плюс 0,7%. И, на мой взгляд, это еще один убедительный сигнал того, что впереди американскую экономику уже идет непростой период, когда ей придется сталкиваться с угрозой еще большего роста потребительских цен и соответствующими ответами Федрезерва на этот рост, который, конечно же, будет предполагать дальнейшее повышение процентной ставки. Следующее заседание Федрезерва состоится 21-22 марта. И сейчас, друзья, уже после индекса цен производителей, если мы посмотрим на инструмент FedWatch, который дает оценку на того, как может измениться процентная ставка. Из этого инструмента будет следовать, что участники рынка начинают закладываться под то, что в марте ставку, может быть, будет целесообразно поднять уже на 50 базисных пунктов. Вчера выступление двух представителей Федрезерва, Лизы Кук и Ларетта Мейстер, подтвердили идею того, что ключевая ставка американского регулятора легко достигнет 5,5%. Ну, что еще нужно, чтобы купить американскую валюту? Риторический вопрос. Золото 1826. Наша цель амбициозная. 1800 остается. И учитывая, как активно золото продают в последние часы, я думаю, что мы легко можем и в рамках текущей торговой сессии добить до данного целевого ориентира. На золото, как и ранее, давит доллар и повышение доходности американских облигаций. Десятилетки сейчас котируются на отметке 3,88%. Это рост с открытия текущей торговой сессии больше, чем на 1,3%. Серьезная восходящая динамика. Европейская валюта 1,0638. Учитывая, что евро-доллар коррелируется с американской валютой, по евро-доллару ждем еще больших распродаж. Но, как отметил, более интересный рисковый инструмент сейчас валютного рынка – это фунт, где мы ожидаем дальнейшее снижение с ближайшим целевым ориентиром 1,18. Рынок нефти пока без изменений. В районе 85 долларов за баррель котировки держится между молотом и наковальней. Негативные факторы – это значительный рост запасов и продажа стратегических резервов, нефти и стратегических резервов США. Позитивный фонд – снижение объемов нефтедобычи в России. Оптимистичные прогнозы ОПЕК по росту спроса на нефтянку в целом и восстановление китайской экономики. Я сторонник того, что позитивный фонд окажется в итоге сильнее. Американский фондовый рынок. Наконец-таки распродажи, индексы снижаются. СНП – 4081 пункт. Ждем пробоя 4000 пунктов. И пара доллар-иена – 103,466 – это пока что инструмент, который особняком держится. Но я предан фундаментальной идее того, что смена руководства приведет и к смене курса, проводимого японским регулятором. Поэтому ожидаю, что все же и здесь эта идея сработает, и японская иена упрочит свои позиции против американского конкурента. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Хорошего закрытия недели. Всем пока!